Прежде чем стать шпротами, рыба принимает душ. Кстати, к водным процедурам допускается только килька и салака, выловленная в холодное время года. В животах летней рыбы слишком много корма. Она развалится в банке. Но до мойки будущие шпроты нанизывают на вертела. Всё делается вручную. Затем рыбу отправляют на копчение. И здесь есть свои секреты. Мы ольху закупаем уже целую древесину, брёвна. У нас есть оборудование, которое его измельчает. На ольхе коптят абсолютно все рижские шпроты. Главное – не передержать рыбу, иначе она может потрескаться. Это можно считать так. Это полуфабрикат. Пока ещё головы не обрезаны, но это полуфабрикат для упаковки. Как только головы отрезаны, начинается процесс укладки. На этом заводе делают самые дорогие в Латвии шпроты. Поэтому в банку их складывают особым способом – косичкой, животом вверх. Делать столь тщательную укладку могут только дамы. Мужчины в этом деле – абсолютные неумехи. Пока сильный пол заполняет одну банку, женщина управляется с пятью. После упаковки банки отправляют на термическую обработку и наклейку этикеток. Однако и это ещё не всё. Окончательный вердикт выносит руководство завода. Мы каждый вторник дегустируем. Получается так, что за дегустацией я съедаю по 2-3 банки. 2-3 банки съедаешь? За раз. За раз, получается. Потому что их много. Видов много, из каждой партии надо попробовать. Получается, что я наедаюсь. В Латвии несколько заводов по производству шпрот. И все они давно стали визитной карточкой страны. Но вкус Прибалтики – это не только рыба. Россияне хорошо знают чёрный рижский бальзам. Производство расположено прямо в столице. Вот в таких дубовых бочках и зарождается напиток. Показаны вводятся в определенные порядки. Мы соблюдаем и некоторые фазы. Точный рецепт бальзама знают всего 3 человека. Выпускается напиток в керамических бутылках. За более чем 150-летнюю историю они изменились совсем незначительно. Когда мы начинаем делать продукт, то этот подвальчик на 25 пациентов занят мешками. Потому что, как я сказал, абсолютно все составные натуральные. То есть тут и дубовые почки, и березовые. Там очень интересно. Но для большинства российских женщин Латвия – это прежде всего знаменитый Дзинтерс. Завод работает и сегодня. Здесь выпускают и крема, и духи, и декоративную косметику. Это помада? Это уже готовый блеск для бутылок. Важный блеск. Готов к расфасовке. Может быть, смотрится немножко как на кухне, да? Но такие вот первовещие емкости хранятся. Производство очень кропотливое. Например, для создания помады нужно точно соблюдать температурный режим. Массу то нагревают, то смешивают, то охлаждают. Чтобы в результате получился ярко-алый или нежно-розовый тюбик. Финал производства помады схож с производством шпрот. Трудятся здесь также только женщины. Они зорко следят за конвейером. Помада с изъяном моментально выбраковывается. Говорят, что в первый месяц работы новые сотрудницы во сне видят только бесконечную ленту помад. Вот и получается, что только на финальном этапе за изготовлением каждой помады следит по меньшей мере пять женщин. А ведь еще каждый тюбик нужно упаковать и поставить данные о сроке годности и дате производства. Во времена Советского Союза эта косметика была пределом мечтаний. А духи тайной рижанки считались одними из самых дорогих и самых желанных. Сегодняшние парфюмеры стараются соответствовать вкусам современных покупателей, смешивая цитрусовые, мускусные или цветочные запахи. Марина Мышко, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24, Латвия.